Первой целью мошенников было заманить в свои сети как можно больше людей. В 2012 году сарафанное радио разнесло. В Самаре создается организация «Жил соцминимум». Она поможет получить бесплатное жилье, а затем и вовсе разбогатеть. Для этого нужно было всего лишь вложить деньги в финансовую пирамиду, а затем получить в два раза больше. Руководил всем этим, по данным следствия, Павел Юхименко. Снять его лица так не удалось. Павел Юхименко прячется от видеокамеры. Может боится популярности, а может стыдно за то, что обманул пенсионеров. Последний до сих пор в шоке. Он, значит, пристал с очень глубоко верующим человеком. Сказал, что он, значит, жертвует личными деньгами для построения храма. Юхименко, по версии обвинения, ловко втирался в доверие к потенциальным жертвам. В этом ему помогали еще несколько человек. Кто они – пока загадка. В деле они фигурируют как неустановленные лица. За несколько месяцев в финансовую пирамиду мошенники втянули по меньшей мере 10 человек, затем исчезли. Многие из потерпевших вложили в финансовую пирамиду последние деньги. Судебное следствие сейчас в самом разгаре. Уже успели допросить всех потерпевших. 10 человек – это только те, кто обратился в полицию. По словам самих пенсионеров число обманутых превышает сотню. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.